30 августа в Тольяттинском государственном университете прошло традиционное августовское совещание преподавателей и сотрудников. Были подведены итоги прошедшего учебного года и обозначены перспективы на предстоящий учебный год. Секретарь приемной комиссии Елена Репина доложила о результатах приемной кампании, которая стала более успешной, чем в предыдущие годы. Выступление начальника управления по работе с персоналом ТГУ Анны Шипиловой было посвящено структурным изменениям и повышению заработной платы сотрудников. Успешные итоги аккредитации, проведение унификации образовательных программ, тесное сотрудничество с работодателями. Вот далеко не полный перечень результатов прошедшего года для Тольяттинского государственного университета. Ректор ТГУ Михаил Криштал подвел на августовском совещании итоги реализации стратегии развития университета, принятой в 2010 году на период до 2015 года. Вместе с вами, мы все вместе с вами выполнили эту стратегию в 2015 уже в 2013 году и движемся дальше. Это колоссальные усилия всего коллектива и векторы усилий каждого из вас были направлены на реализацию этой стратегии. Именно поэтому она реализована за три года. Я считаю, это уникальное достижение. Если мы с вами примем стратегию, разделяемую всем коллективом, мы будем двигаться вперед еще более согласованно и уверенно, чем раньше. По моим прикидкам, стратегия 2020 должна быть принята ученым советом где-то в ноябре-декабре 2013 года. И вот с этой стратегией мы будем жить до 2020 года. Среди важных перемен в жизни нашего университета стоит также отметить, что Ларису Николаевну Горину на посту проректора по учебной работе сменил Анатолий Николаевич Ерыгин. А попечительский совет ТГУ возглавит губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Спасибо. Спасибо.